Привет, на связи BeGeek и Жека Сенин. Какое-то время назад к нам в руки попадал Xiaomi KIN 1S. Это такие странный кнопочный телефон, якобы на андроиде, но все туда устанавливалось через костыли, и абсолютное большинство программ не работало. А вот это KIN 2, идеологическое продолжение, супер вытянутый телефон, и сейчас я вам о нем расскажу абсолютно все, что успел узнать за несколько дней. Заставоньку! Начнем с комплектации. В коробке бумажки, провод USB, между прочим Type-C, что неплохо. Прикольный чехольчик и сам телефон. Блока питания нет, но чехольчик довольно прикольный, и телефону не мешает, даже наоборот, подчеркивает его элегантность, скажем так. Телефон у нас в супер вытянутом форм-факторе, и я, честно говоря, настолько вытянутого телефона еще не видел. Экран чуть больше 5 дюймов с соотношением 22,5 на 9, это прям такая вытянутая сосиска, как видите. И интересен этот телефон в первую очередь двумя вещами. Во-первых, у него нет фронтальной камеры, это, наверное, вообще первый телефон, который мы видим, у которого нет фронтальной камеры. А во-вторых, заказали мы его за 5,5 тысяч рублей. И единственный смартфон с такой стоимостью, который мы видели, это Redmi Go. Посмотрим, насколько этот телефон лучше или хуже. Встречает нас телефон вот таким вот необычным лаунчером, в котором все рассортировано по папкам. Причем, когда включаешь телефон, он на китайском. И если быть очень умным, можно найти, где переключается язык. К сожалению, русского тут нет, только, как видите, английский и иероглифы. Внутри тут установлен прекрасный процессор, это Spreadtram SC9832E. Я имею в виду, что он работает прям на картошке. В Geekbench этот телефон набирает приблизительно 1800 баллов, а еще тут лишь гигабайт оперативки. Но если пользоваться встроенным лаунчером, то ничего особо не глючит. Более того, и сторонние программы обычно не подлагивают. Ну и китайцы, как обычно, в своем репертуаре. Этот телефон выпускается только для внутреннего китайского рынка, и как бы нам его не положено особо в руках держать. У него есть две версии. Обычная в красном и черном цвете, и студенческая в цвете голубом и розовым. Эта версия отличается тем, что здесь есть специальное ПО для обучения, родительского контроля и для пенсионеров, чтобы им было проще пользоваться телефоном. Но так как это все на китайском, то, ну, сами понимаете, я этого вам не покажу. Как я уже говорил, здесь нет фронталки, из-за этого реально маленькие рамки, и еще есть кое-что интересное. Во-первых, тут написано KIN AI ALIVE. Ну и из-за того, наверное, что это AI, здесь кнопка питания разделена на две. Маленькая, собственно, включает-выключает телефон, а большая это местная Siri. What time is it in England? Ну, да, практически я вот это сказал. Все на китайском. Так что для России оставшаяся часть кнопки бесполезна чуть менее, чем полностью. Еще тут всего лишь одна симка, нельзя поставить две, и, что удивительно для китайских телефонов, нет джека для наушников, только вот Type-C и все. И переходника в комплекте тоже нет, так что музыку, дорогой мой, китайцы тебе запрещают слушать, не делая этого. Из полезных для нас встроенных приложений здесь разве что Mi Home, да инфракрасный пульт, что, кстати, довольно полезно. Например, вот я спокойно могу включить наш студийный проектор. Ну и к самому противоречивому в этом телефоне. Поскольку он предназначен только для внутреннего китайского рынка, сервисов Google здесь нет вообще. А это значит, никакого тебе плей-маркета, и даже без него сторонних приложений можно установить только шесть штук. Воу. С огромными просто усилиями мне удалось установить сюда модифицированный YouTube, потому что оригинальный не устанавливается из-за того, что нет Google сервисов, и даже нова-лаунчер. Причем в стандартных настройках его можно сделать дефолтным, но как только его включаешь, телефон начинает ощутимо подлагивать, и работает чуть хуже, чем со стандартным лаунчером. И когда я запустил этот модифицированный YouTube, я немножечко охренел. Оказывается, у телефона есть стереодинамики, и звучат они довольно хорошо, пусть и не очень громко. Телефон снимает видео в 1080p, впрочем, качеством это видео совершенно не блещет, но вроде бы даже все видно. А вот с фотографиями все довольно плохо, и, как мне кажется, камера тут для галочки, ее спокойно могли и не делать. Фильмы на таком экранчике смотреть прикольно, а еще прикольнее смотреть широкоэкранные клипы. Прям вот, реально телефон как будто для этого и создан. А такие программы, как Instagram, например, работают вполне себе нормально. Вот, все могу делать, лайки могу ставить, могу подписываться, можете подписаться и вы на наш Instagram, тут видите даже истории какие-то есть, и их можно смотреть с кучей пустого места. Но можно ведь. Даже какие-то легкие игры вроде Walkmaster идут хоть и с глюками, но вполне себе играбельно. Но, как оказалось, процессор может выполнять не все хорошо. Например, вот обрабатывать фотографии я могу только с большим трудом, и вообще, судя по всему, наугад, потому что меняется все далеко не сразу, и надо очень-очень долго все крутить. Так что, обрабатывать фотографии, видимо, не на этом телефоне. Смиритесь. Итак, осталось выяснить только последний вопрос. Насколько этот Xiaomi топ за свои деньги? Сейчас об этом и поговорим. Итоги. Во-первых, повторюсь, это телефон для китайского рынка, и хоть он и поддерживает LTE, ваших бендов может не быть. Вот все доступные, которые поддерживаются. Во-вторых, покупка этого телефона без Google сервисов имеет, конечно же, свои объективные недостатки. Половину программ вы установить не сможете, вторую, если и сможете, то с большим трудом. И, в общем и целом, больше шести программ установить все равно нельзя. Поэтому для личного пользования это, ну, так себе. Конечно, уже сейчас мастера с 4PDA ищут способ прошить этот телефон и установить на него все земные блага. Но для мамы, бабули, дедули, сестренки или брата взять такую звонилку самое то. Wi-Fi есть, поставить два мессенджера, а что еще им нужно? Ничего. При желании смогут еще и цветочки сфоткать, или оценки своей маме отправить. Так что вполне нормально, особенно за 5000 рублей, чтобы не переплачивать, и не тратиться на какой-то реально дорогой телефон, который все равно придется менять спустя пару лет. Так что да, скорее это топ за свои деньги, но только для одной категории пользователей устройств. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Если так, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, пожалуйста, и напишите какой-нибудь комментарий про эту замечательную штучку. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем спок. Пау! За 5,5 тысяч рублей на небезызвестном сайте А... А... Нельзя на этом канале выговаривать название этого сайта. А... А...